Добрый день! Здравствуйте, уважаемые блогеры! Блогеры из Перми, бывшие в области УГБ, с местной работой имбессонов. Алексей Борисович, сегодня 19 июля, воскресенье. Я хотел бы прокомментировать назначение Марии Гайдару помощником Саакашвили, губернатора в адыскромности. Но вообще фигура Саакашвили очень своеобразная, то есть это жуткий русофоб, человек, который фактически, так сказать, и приходил в Грузию для того, чтобы окончательно провести ров, разрыв между Грузией и Россией. Собственно говоря, он все делал для этого и так далее. И русские либералы, вообще, в революции в России, социальные потратегивания, делали жуткий русофоб. То есть люди, для которых Россия была абсолютно, надо сказать, они ее не знали, не любили, да и не хотели любить. И в этом плане либералы 90-х годов были тоже цепичными русофоб. Да, реформы Гайдара. Да, конечно, Гайдар, собственно, и приходил для того, чтобы начинать эти реформы. Да, при Горбачеве, в ЦК КПСС приходили уже фактически прозападники, люди, так сказать, с Яполева начинают. То есть пуповины, которые прирастали к той системе ценностей, к той ментальной парадигме и так далее. В этом плане можно сравнить, знаете, был такой Сеадор, русский митрополит, который пытался насадить в России латинскую веру. Ну, в общем-то, так сказать, наши либералы, это такой, либералы, это, если хотите, такой коллективный Сеадор. Ну, тогда элита, так сказать, ну, по крайней мере, так пишет Карамзин, элита тогда встала на дыбы и так далее. То есть латинская вера в России не была, так сказать, осаждена. Ну, тем не менее, вот с этим мы сталкиваемся и сталкиваемся всегда и будем сталкиваться. В этом плане Достоевский поручик в молодости, стоя в расстрельном столпе, он написал в конце жизни песни. И, в общем-то, проклинал облицовое движение, видя ее опасность, безнравственность, безвседозволенность для России. В общем-то, он, значит, православный христианин, человек, он пропил анафигу. То же самое и сегодня назначение вот Марии Гайдар, дочери Егора Гайдара. Ну, еще раз говорю, можно, конечно, на Гайдара вешать всех собак. Я, так сказать, хочу сказать, что он шел для того, чтобы проводить вот эти реформы. Абсолютно. Про западные, про американские реформы. Что называется, привязать Россию к валютному фонду, устроить вот такой рынок. Ну, его можно обвинять, можно обвинять. Он для этого шел. Но, собственно говоря, по своей сути, это политика русофобов. И Гайдар был русофоб, и эта Маша, Гайдар, она тоже выросла в этой семье жутких русофобов. Ее Стругацкий, Геннадий, тоже, его произведение Стругацкого очень своеобразное. Там какой-то, знаете, такой подтекст, но нехороший, не тот подтекст, который у Толстого. У Толстого все-таки там величайший гимн человеческому гуманизму, величайшая любовь к России. Вы вспомните, Катюшу Маслову, да, где-то мог написать только, даже не то, что русский человек, а человек очень образованный, очень любящий страну. То есть там же, веково сомнение, там, так сказать, страшная любовь к этой простой крестьянской женщине, как Толстого, которую изучал проезжий цыган на дворе. И там вот, как раз он показал, так сказать, цинизм общества, он показал с позиции вот русского православия, бесконечной любви к этой простой крестьянской женщине. И Анна Каременева, то же самое, трагедия, трагедия женщины, матери. И «Война и мир», хотя, конечно, ни один историк, как бы, не стал бы изучать историю в 12-го года войны по роману «Война и мир», потому что это художество, но, тем не менее, там именно гуманизма. Вот Наташа Ростова, как мы пишем, что откуда в ней воспитаны, так сказать, няньки, мамками, вот эта тяга, любовь к русскому и так далее. То есть, все-таки человек, который стоит у штурвала управления в России, он должен любить Россию, он должен быть русским. То есть по натуре, по содержанию, по ментальности он, а это русофоб. И вот с каким, как она легко, вот эта девочка молодая, ну молодая женщина, мать, наверное, как она легко перешагнула через все вот эти моральные принципы, как она легко пошла к этому Саакашвили, прекрасно понимает, что он страшный, он захоп, он ненавидит Россию. Для него Россия враг и так далее. Без всякого тени и сомнения, без всяких колебаний. Ну, это ее выбор, она молодая женщина. Так сказать, чего ее создать? И вот эта антибония, она выросла в семье, где все-таки, так сказать, ведет пренебрежение, нелюбовь к русскому, была доминирующим в воспитании. Ну, вот так. Поэтому, ну, мне жалко эту женщину. Почему? Потому что, конечно, с годами все равно человек рано или поздно раскаивается. Потому что Россия, она переживала всех и все. И эта женщина тоже раскаивается. Ну, так сказать, Елена упадет и будет искать место, где был распят Христос. И все равно она рано или поздно, так сказать, пройдет с покаяниями. Не она первая, не она последняя. Потому что, я хочу сказать, что история России, ее сортовины, ее корени, она переваливала всех и всех. Но, тем не менее, вот так. Она как-то удивительно, как эта молодая женщина спокойно идет в стан жутких русофобов. Совершенно не стесняясь ничего. Без всяких тоников нравственных страданий. Это ее выбор. В новости легче перешагивать все эти запреты. Потом, с годами, уже наступают какие-то, так сказать, осмысления, понимание, так сказать, относительности всех благ и так далее. Ну, это все придет. Не она первая, не она последняя. Но, тем не менее, назначение не очень хорошее. Выборы на свой в этом плане сделала. Спасибо, Ваш Бессонов Алексей Борисович.